Это Вести неделя. Безусловно, главным светским событием уходящего года можно смело назвать свадьбу Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. Многие из тех, кто хорошо знает молодожёнов, сначала восприняли эту новость как шутку. Но вчера свадьба действительно пела и гуляла в одном из московских ресторанов. Кто-то даже назвал её «золотой». Наша Полина Ермолаева тоже попыталась крикнуть «Горько». Молодых встречали криками «Горько» уже на ступеньках ресторана. «Горько! Горько!» Но целоваться прилюдно Алла Пугачёвой и Максим Галкин не стали. Для него 35-летнего – это первый брак. Ей 62 и пятый муж. На вопрос, станет ли эта свадьба последней, Примадонна ответила твёрдое «да». И добавила, что Галкину долго пришлось уговаривать её сказать «да» в ЗАГСе. Ну, потому что уже обожглась, поэтому нужно было время. Алла Борисовна вся в белом. Короткое платье, меховое манто. На запястье переливается браслет с бриллиантами и сапфирами. Свадебный подарок жениха. Он в смокинге и норковой шубе до пят. Вы счастливы? Да. Алла Борисовна. Я думаю, да. Вы это будете показать, пожалуйста, вместе. Выкопите, пожалуйста. И мы счастливы. Как получится. Кольца на пальцах влюблённых появились накануне. Они тайно расписались в одном из ЗАГСов Москвы. Череду королевских свадеб 2011 года эффектно завершает свадьба королевы российской эстрады. Десятилетний роман Аллы Пугачёвой и Максима Галкина наконец венчают. Штампы в паспортах и скромное торжество. Всего 40 приглашённых. Небольшой ресторан в центре города. Торжество пытались держать в секрете, но журналистов у входа оказалось едва ли не больше, чем званых гостей. Николай Басков в этот вечер работал тамадой. Поднимал бокалы за берег левой и правой, что соединились наконец официально. Макс состоялся как мужчина во всём. Построил дом, посадил дерево и доказал свою десутную любовь поясине к одной из самых десутно выдающихся женщин в нашей стране. Кто подарите? Я сервис в УГРЖ. Неожиданно весь в чёрном появился Филипп Киркоров. А говорили, он не получил приглашения. Бывший муж с букетом. Высокие отношения. А правда, что вы познакомили Максима Явлу? Какое-то уже имеет значение. Ну вы рады на них? Конечно рад. Валентин Юдашкин так и не раскрыл тайну. Он лишил невесте платья. Что пожелаете молодым? Счастья. А что подарите? Секрет. Владимир Винокур с женой и дочерью выгрузили из авто подарок внушительных размеров. Это два подсвечника таких, которые они в грязях поставят по семь свечей. И будут счастливы. Ура! Свадьба пела и плясала до утра. Алла Борисовна оказалась на танцполе с Филиппом Киркоровым. Никогда не видел танец жены. Секс-мужа. А когда микрофон взяла Кристина Арбакайте, Примадонна закружилась в танце с законным мужем. В меню значились карпаччи из лосося с подкопченной моцареллой и попкорном, панакоты из козьего сыра, шампанское лилось рекой. Невеста по традиции кидала букет. Его поймала подруга Никиты, внука Аллы Борисовны. Завершающим аккордом в этой свадебной песне станет медовый месяц. Молодожены, конечно, скрывают, где его проведут. Так вы зайдите, посмотрите. А нас не пускают. Как же так-то? Полина Ермолаева, Александр Иваниук, Антон Ситников, Тимофей Раевский и Максим Юрченко. Вести недели.